Здравствуйте! Сегодня я буду говорить об обучении математики. Математика в размере арифметики, безусловно, будет нужна всегда и всем. Но только в размере арифметики. Высшая математика нужна будет компьютеру. Они будут считать, а задача человека творить и ставить задачу компьютера. Но все-таки арифметика нужна всем. Можно ли обучить математике в размере арифметики, не более того, дома? Легко. Глендаман это предлагал еще. Лет 50 назад Никитин Борис Павлович и его жена опубликовали в своей книге результаты домашнего обучения. Весьма недруйственные. И Шаталов продемонстрировал, что можно обучать математике победно в своей книге тоже лет 20, а то и больше назад. Казалось бы, все уже изобретено. Добавляя в Зайцевскую методику и вперед из песни. Я говорю о тех веках, от которых мы оттолкнулись от того самого пункта, что математике надо обучать. Сознательно обучать. Поскольку сами собой дети не научаются математике. Это сложная дисциплина. Математика не является любимым предметом детей. Дети любят прыгать, скакать, смотреть что-то. Но любят ли они математику? Это большой вопрос. Школы, как показывает практика, не могут обеспечить эффективное, увлекательное и интересное обучение математики. Самый простой вопрос к учительнице математики, а зачем учить математику, повергает ее в молчаливый шок. И она отмахивается от нас. И не способна даже словами объяснить, что математика, мол, где хорошая дисциплина и интересная. А если мы спросим, покажите примеры, когда те, кто научился математике, дома потом сами еще учатся чему-то математическому. Теорему Геоделя, допустим. То окажется, что никто не хочет заниматься математикой, после того отучился в математике долгие-долгие школы. Так вот, для того, чтобы избежать мучений математики в школе, я ей предлагаю играть в математику. Используя книжку «Играем в математику» сборник 80 игр обучающих детей умению считать. Книжка вышла в Минске в 2005 году. Это перевод с американской книжки «Match Play» 80-го и 100-ка, главное изучать, 97-го года. На русском языке были крутые впервые. Но эти идеи этой книжки я предлагаю использовать до рождения. Вы спросите, ну какое может быть обучение до рождения? Есть математика такая сложная, что сознательно можно обучаться только там лет в десять математике. Но в том-то и секрет, что когда мы обучаем ребенка музыке, мы погружаем в музыкальную среду. А в музыке есть счет. Именно то, что нужно в арифметике. Счет нот, счет цифр, счет дней в неделе. Счет стука на барбане. То есть можно объединить музыкальное обучение до рождения с обучением математики. Если конечно ставить себе такую цель. Вот что предлагает на странице двенадцатой автор книжки «Играем математику» Даяна МакГован. Она предлагает изображать шумных животных и считать до трех. Называя любое животное, например, один, два, три, утка. И произнести три раза КРЯ. КРЯ, КРЯ, КРЯ. По очереди надо называть животных и вместе три раза с другом произносить звуки, которые издают эти животные. Она правда здесь забыла, что звуки, которые произносят животные, чрезвычайно тяжело маленькому ребенку так же изображать. И наши звуки КРЯ, КРЯ могут совсем быть не похожи на звуки чайки, или гуся, или утки. Но эти все звуки можно послушать на компьютере, если вы находите библиотеку звуков в интернете и давать слушать ребенку до рождения. Таким образом вырисовывается следующая структура упражнений. Точнее говоря, не упражнений, а сначала демонстрации. Мы демонстрируем ребенку еще до рождения. Когда у вас будет время естественно, когда у вас будет желание пообщаться с ребенком, никуда не торопясь, вы включаете эти звуки громко и даете возможность прослушать эти звуки. Эти звуки ребенок до рождения слышит, после рождения тоже слышит. Опять же, на компьютере вы на кнопку нажимаете и получается, что ребенок слышит те же самые звуки, и можно таким образом повторить те утробные уроки звуков природы, которые вы дали до рождения. Сколько их будет один урок, второй, третий, зависит от вашего желания. Важно обеспечить звуками до рождения эту самую среду, когда ребенок слышит. Он слышит последние два месяца и может неосознанно запомнить все эти звуки, какие они будут музыкальные, или это будут звуки природы животных, или это будут просто звуки вашего голоса, когда вы называете утка по-русски, да, по-английски и еще по третий языкам. Не обязательно ребенку слышать, конечно, сто разных звуков разных животных. Можно начать с тех звуков куклы и игрушки, которых есть у вас в наличии. То есть, когда ребенок рожается, вы показываете эту игрушку, а у вас сзади еще спрятан в руке диктофон либо мобилка с этими звуками. Таким образом, звук этой уточки, которую слышал ребенок до рождения, и уже немножко запомнил, вы снова воспроизводите после рождения. Теперь уже ребенок может посмотреть на эту утку после рождения, услышать этот звук и припомнить, что он же это уже слышал. Другое дело, что вам никто не мешает, сделать избранные стихи и избранные видеоклипы, допустим, из восьми фигурок животных. Они как раз будут располагаться на большой шахматной доске и иметь эти самые номера. То есть, на каждой фигурке будет определенное его номер и название. И у вас получится, что у вас восемь на восемь шестьдесят четыре фигурки. Это как театр. Но театр такой, когда вы сами можете давать название этой фигурке, не только, как в слове пишется, но и то самое место, где оно располагается на шахматной доске. И каждый раз, когда вы берете шахматную, вы берете фигурку с магнитной такой фигурочкой, а такие магнитные шахматы есть. И вам ничего не будет стоить концептуально сложного разместить на этих магнитиках символы этих самых животных. И эти символы вы можете легко передвигать рукой даже без компьютера. Просто компьютер позволяет вам озвучивать эти передвижения. И таким образом шахматные фигурки и магнитные фигурки животных, они будут увязаны с доской шахматной, большой, естественно, которая будет издалека видно и очень хорошо будет видно. Манипуляции же этих шахматных фигурок легко можно сделать и на компьютере, делая видеоклипы. Таким образом мы можем делать видеоклипы и ребенок, когда уже подрастает, он может на компьютере сам, нажимая на клавиатуре, вызывать свой любимый видеоклип, который он может заранее слушать и видеть на экране компьютера. То есть взрослый сам вживую показывает эти презентации. Взрослый показывает, как напользуется компьютером, чтобы видеть презентации много раз подряд. И мы получаем такую животную педагогику, которую можно усилить силуэтом животного. То есть, если последние два месяца ставить сильную лампу напротив животика мамы и показывать силуэт, который движется по животику, то сильная лампа будет освещать кругом животного, силуэт животного. Свет будет теплое место, а там, где само животное будет более холодным. Таким образом, получается, что даже если ребенок плохо видит в утробе, то по контрасту этого силуэта теплого и холодного он уже может учиться вычленять объект из фона. Это, на самом деле, учебники психологии переносят в более поздний период, но кто вам мешает уже давать такие утробные уроки до рождения. Итак, объединяем силуэты животных, которые передвигаются по некоторой шахматной доске, которую мы эту шахматную доску показываем еще до рождения. Другое дело, надо, конечно, эту доску подобрать со размером животика, естественно, но кто нам мешает сделать эту шахматную доску, именно тепловую шахматную доску, и таким образом ребенок познакомится с шахматной доской, на которой есть эти фигурки, и готовящие к тому же будут иметь определенный вкус. Вкус, то есть сладкий, соленый, кислый. Самое удивительное, что все эти вкусы к рождению, к моменту рождения, ребенок уже знает. Он уже познакомился с кислым, соленым, с кислым, сладким, с соленым. и таким образом некоторые фигурки уже будут сладкими, и солеными, он с ними сможет познакомиться, и в такой форме. А все началось с того, что мы играем в математику на шахматной доске, сладкими, кислыми, солеными, фигурками животных, которые издают звуки. Теперь осталось за маленьким взять видеокамеру и записать все эти уроки, запечатлеть весь процесс от зачатия и позже, процесс рождения. И первые уроки, когда ребенок слышит после рождения, видит после рождения все эти уроки до рождения, чтобы записать все это и показать, насколько быстро ребенок может обучаться после рождения. Это и будет тем самым великим экспериментом, который сможет показать каковы возможности ребенка, если с ним обучаться до рождения. Музыкой, математикой и движениями, 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 то есть, кто мешает маме в разных позах замирать и говорить это поза такого-то животного. Это йоговская методика. Это никто не мешает. Остается только это все запечатлеть на видеокамеру, разместить в интернете, для того, чтобы перевести на разные языки, для того, чтобы зафиксировать этот эксперимент и сделать его доступным миллионам будущих мам и пап, которые смогут увидеть эти уроки в интернете и понять, что они ничем не хуже, чем первопроходцы. Другое дело, первопроходцам тяжелее потратить годы, а это примерно года два надо потратить, чтобы записать на видео и зафиксировать, и потом это разместить в интернете, все эти сложные по временному параметру процессы записи обучению ребенка до рождения. Но я считаю, что кто-то это сделает, не я, так другие. и если я хотя бы вас подвигну на подобные размышления об учении математики, музыки, и повозком искусства до рождения, то я буду считать, что моя задача выполнена, и вы сами сможете реализовать эти все возможности, которые стали доступны только благодаря интернету и видеокамерам уже сейчас, в двадцать первом веке. На самом деле это будет новое открытие детства и семейного счастья, воспитания умных, талантливых, обаятельных детей, которые обладают множеством способностей, множеством способностей, и чьи способности будут развиваться подобно цветочкам в саду, которые будут благоухать, но которые естественно требуют массы времени, и которые не вырастают подобно крапиве за оградой, просто так. цветочки, как и замечательные дети, могут вырастить только благодаря культуре возделывания цветочков. Если нет культуры возделывания цветочков, то вы сможете чисто случайно находить интересный дикий цветок, повторить и передать другим эту культуру возделывания цветочков. Для этого у цветоводов есть выставки цветов, где они обмениваются и даже продают семена, которые были удачны. есть специалисты по цветам, которые занимаются селекцией цветов, и которые являются специалистами по разведению цветочков. забав забавные люди не занимаются выводом новых пород людей, а полагаются на абы как, что только одна десятая имеет определенную способность и радует родителей. 90% начинают лаяться и скандалить в 13-14 лет. Многие доходят до полного неприятия взрослых. Это обычная практика. Как сделать, чтобы цветы нашей жизни дети радовали взрослых? Естественно, это чрезвычайно сложная задача, потому что человек гораздо сложнее, чем цветочек. Итак, до следующих встреч в эфире. Всего хорошего.